Я вас приветствую, братья и сестры! И сегодня я хочу почитать с вами небольшой отрывок из первой книги царств, первой книги Самуила, как она называется, о евреев, где идет разговор, сейчас будем читать, о послушании, о верности в малом, о точном исполнении приказания. История такова, что после смерти Иисуса Новина Господь Бог избирал евреям судей, которые судили народ и спасали его от различных бед. Такого царя у них не было, первосвященник был и были временные вожди, последним, которых был Самуил. Но евреи, вечно завидующие окружающим народом, захотели себе иметь царя, как и все остальные народы имеют себе царя, и выпросили себе на царство какого-нибудь человека. Самуил помазал первого царя, которого звали Саул. И вот сей Саул, вы знаете его имя по его долгим тярбам и сложным отношениям с Давидом, потому что Давид был после него, еще при нем был помазан, и они соперничали. Так вот, сей Саул однажды прогневал Господа. Прогневал чем? Господь вооружил Саула на войну с амаликитянами. Это народ, который не пропускал евреев во время странствования через пустыню. Амалик нападал на евреев, поражал отставших, отбившихся от главной колонны, нападал на них предательски сбоку и сзади, и спереди. Много досаждал им, они воевали сильно с амаликом. И было повеление евреям не забыть этого. То есть Ветхий Завет культивирует некое священное злопамятство. Там постоянно говорит, не забудь, не забудь, накажи его, отомсти ему, и так далее. И вот амалик угнетал и впоследствии евреев. И вот однажды Господь Бог повелел Саулу воевать с ними. Однако же, воевать так, чтобы ничего у них не брать из добычи. Но Ветхий Завет кровожаден. Братья и сестры, нам, имея внутри себя какую-то евангельскую мораль, тяжело читать некоторые вещи. Господь говорит, что уничтожьте всех. Старого, молодого, богатого, бедного, юношу, девушку, младенца, старика. А ничего не берите у них. Ни золотых сережек, ни украшений, ни волов, ни верблюдов, ни одежды, ничего. Только война, чистая война и больше ничего. Война на истребление. Такой Ветхий Завет. И вот Саул выходит на войну и воюет. В этом повелении не брать добычи была скрыта некая очень важная вещь. Потому что война не должна вестись, такие священные войны, религиозные войны, не должны вестись ради наживы. Я помню, что когда-то я почитал интересную информацию про войны североамериканских колонистов с североамериканскими индейцами. То индейцы, защищавшие свою территорию от англичан, французов, голландцев, они тоже в войнах брали на себя священный обет перед своими богами, что они ничего не возьмут у белых. И если не соблюдали это, то они побеждали, как правило. Если же они что-нибудь забирали из добычи побежденных белых, то потом получали вслед за этим тяжелые сокрушительные поражения. Здесь есть очень интересный закон духовный. Итак, Саул вышел на войну, и получилось так, что Бог дал ему силу, и он разбил эти войска. И многое они уничтожили, истребили, но самого царя, которого звали Агак, пожалели. И много-много различной живности, всяких овец, валов и дорогих вещей тоже пожалели, якобы, чтобы принести Богу в жертву. И вот это прогневало Бога до непослушания. И Самуил провел всю ночь на молитве, и много молился Богу. Бог отвечал ему на его молитву. И наутро пошел Самуил к Саулу, и говорит, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И говорит ему, разве ты не был маленьким в глазах твоих, когда стал царем? Почему же ты теперь, значит, не исполняешь слово Господне? А Саул говорит ему, но я хотел жертву Богу принести. То есть я оставил этих овец, валов для того, чтобы из них принести тучную, жирную, такую хорошую жертву Господу. Это все равно, что, знаете, человек бы, например, украл бы из казны миллиона, а потом сказал, но я бедным раздам, скажи, я там, значит, возьму себе половину, а половину там бедным раздам, там, в приют отнесу, там что-нибудь еще сделаю такое, ну, примерно тоже. То есть ты взял то, что запрещено. Какая может быть жертва Богу из того, что Бог сам не хочет? И вот Самуил отвечает ему. Вот ради этих слов, собственно, сегодня я все это и читаю. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство. И противление то же самое, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Мы в конце еще раз прочтем эти, как бы, квинтэссенцию сегодняшнего чтения, потому что очень важные слова. Нельзя из заклятого, из украденного, из чего-нибудь другого принести Богу приятную жертву. Все равно, что пса задушил и на жертвник положил. Это то же самое, что жертва непокорного и вредного, значит, упертого человека. С самого начала, когда мы говорим о жертве Каина и жертве Авеля, мы говорим о том, что жертва сама по себе не важна. В Писании говорится, что призрел Господь на Авеля и на жертву его, а на Каина и на жертву его не призрел. То есть Господь смотрит вначале на Авеля, а потом на жертву его. На Каина и на жертву его. То есть важно, каков приносящий, а потом уже важно и приносимое. Если вдовица бедна, это не страшно. Ее чистое сердце удовлетворяет Божию милосердию маленькими копейками. То есть она смиренна, она вседушно отдана Богу, поэтому маленькие суммы Господу дороже от чистого сердца. Он смотрит сначала на вдовицу, а потом на деньги. А когда приходит другой человек, он смотрит опять-таки на этого человека, потом на деньги. Не важно, что он положил много. Важно, что положил с корыстным побуждением, с нечистым намерением, с какими-то другими левыми мыслями. Господь смотрит вначале на приносящего, а потом на приносимое. И Саул даром пытается оправдаться тем, что он якобы не убил этих овец, не взял их, сохранил для того, чтобы потом из них жертву Богу принести. Прочтем еще раз с вами эти слова, что неужели жертвы и всесожжения столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа. И евреям было трудно понять, что Господь – это Дух, что Он духовно относится к нашим делам. Да и нам трудно это понять зачастую. И мы думаем, что мы можем выкупить что-то у Господа свечками, пожертвованиями, милостынями. Думая, не забываем о том, что изменение сердца самое главное перед Богом. Хотя лучшие люди еврейского народа в древности тоже это понимали. И Соломон говорил, что, приходя в храм, приготовься более слушать, нежели приносить жертвы. Потому что поступающие противным образом не знают, что они поступают неправильно. Ты слушайся голоса Господа. Это гораздо приятнее, нежели приносить жертвы и всесожжение. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше, чем туг той жирной части овнов. А непокорность есть – такой же грех, как волшебство. То есть упертость в своих грехах, однажды избранный греховный путь, и человек, упертый на нем, непокорно идет по нему, хотя знает, что концы пути этого в одно адово. Это такое свойство отчаявшихся душ. То есть человек думает, что, а, я уже не исправлюсь, грехов моих слишком много, вряд ли Бог простит меня, и он, зная, что делает плохо, продолжает плохо делать, не покорствует и не слушается голоса Господа Бога. Это то же самое, что волшебство. И противление – то же самое, что идолопоклонство. Вот что говорит Самуил, говорит Саулу. После этого Самуил получил повеление избрать другого царя, что было им исполнено, и он из сынов Иесея избрал Давида. Сама тоже история чрезвычайно красивая, потому что у него было много братьев. У Давида они были высокие, красивые, широкоплечие, сильные, но ни на одном из них Господь взгляд не остановил. А Самуил, как человек, думал, наверное, этого, 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 а Бог ему говорит, не тот, не тот, не тот. А что-ка потом, как в сказке про Золушку, там, ну-ка, приведи мне еще последнего, где там она у вас? Привели Давида, юного, белокурого, красивого, небольшого. Господь говорит, этот. И он его избрал, потому что люди смотрят на лица, люди смотрят в карман, люди смотрят на ласкан пиджака, есть ли там значок депутатский, люди смотрят куда-нибудь еще. А Господь, Бог, смотрит только на сердце, больше остальное для него не важно. И он избирает, совершает свой выбор таким вот образом. Это была первая книга царств, братья и сестры, кусочек истории Саула, первого израильского царя, внезапно избранного, плачевно кончившего жизнь. Он погиб, умер в войне с филистимлянами, сам упал на меч своего оруженосца и вообще прожил свою жизнь довольно тяжело, потому что был горд, непокорен, творил то, что Богу было неприятно, с Давидом воевал, душу его преследовал постоянно. В общем, такая тяжелейшая история, очень печальная история первого израильского царя. Непокорство и упертость равны волшебству и идолопоклонству. Поэтому, замечая в себе эти черты характера, они у нас, наверное, есть, будем стараться от них избавиться, пока не поздно. Ангела-хранителя и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова